Основные мероприятия пройдут 2 сентября. Тема радио для праздничных событий 301-й годовщины выбрана не случайно. Тут, наверное, тоже экология, волна. Мы на одной волне. Это объединяет волна, радиоволна, наша обская волна, которая с берега укреплением. То есть вот такая объединяющая тема. Мы хотим это объединить просто темой радио. То есть детское радио, радиозарядка. Традиционно День города начнется с зарядки с чемпионом. Она пройдет на двух площадках – на площади Горького и около Дворца культуры Родина. Днем пройдет флешмоб с запуском шаров, фестиваль прессы, ярмарка «Бердское чаепитие» с мастер-классами, различными гастрономическими экспозициями и дегустациями. Одним из самых масштабных событий станет праздник урожая. Это такой праздник урожая, который будет состоять из двух составляющих. Первая составляющая – творческая. Это когда они выставляют, делают свою композицию, посвященную Дню города и демонстрируют свой урожай. Может быть, они будут у них какие-то тематические. И вторая – это соревнования. Вечернюю же программу откроет детский блок, где дети предстанут ведущими. Празднование продолжится театрализованным представлением, выступлением Духового оркестра, молодежной программой. Мы решили спросить у горожан, каким они видят празднование Дня рождения Бердска и что хотели бы изменить. Единственное, что у нас на трехсотлетие было очень много народу, и было неорганизовано место, не было видно им. Искали место, как их поднять, еще что-то. Хотелось бы артистов получше, посовременнее, что ли. Чтобы больше детям что-то было. Какие-то мероприятия именно для детей. Мне всего хватает, всего достаточно. Мне кажется, программа достаточно насыщенная. Главным событием празднования Дня города станет выступление певицы Варвары. О всех праздничных мероприятиях жители предупредят с помощью аудиорекламы, которая будет звучать в городском парке и в магазинах. Продолжение следует...